Добрый вечер, Гомель, на Беларусь4 прямой эфир, телефон студии 342243. До Нового года осталось несколько дней, вот мы все ждем праздника с нетерпением, чтобы отметить его по полной программе и сделать новогоднюю ночь яркой и незабываемой. Используем, конечно же, для этого все возможные атрибуты. Вот как это ни парадоксально, но самые любимые и самые неизменные атрибуты этого торжества являются и самыми коварными. Бенгальские огни, фейерверки, елочные игрушки, сладости, изысканные блюда, мороз и веселое гуляние могут стать причинами серьезных травм и болезней. Сегодня в нашей программе мы расскажем, как правильно использовать елочные гирлянды и пиротехнику, как избежать новогодних травм. Также вы узнаете, какой продукт самый вредный на новогоднем столе. Безопасный Новый год – тема нашей сегодняшней программы. И нам очень интересно ваше мнение, как сделать праздник ярким, но безопасным. Вы знаете, очень интересно узнать, как же вам это удается. Поэтому звоните в студию, пишите в Вайбере и оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. Дорогие друзья, давайте представим 31 декабря, когда елка украшена, хозяйка готовится к встрече гостей. Духовка, микроволновка, телевизор, утюг, гирлянда. И это лишь малый перечень тех приборов, которые мы включаем накануне встречи Нового года и которые могут доставить неприятности в новогоднюю ночь. Итак, с какими опасными ситуациями в быту сталкиваются хозяйки, когда готовятся к празднику, узнаем у нашей первой гости. Встречайте Леонору Андреевну Максимову. Добрый вечер. Добрый вечер. Рада видеть вас в нашей студии. Я тоже, Наталья, очень рада еще раз побывать в этой студии. В канун Нового года я хочу преподнести вам подарок. Пусть в Новый год приходит к вам удача, счастье и везение. Этот год будет год желтой степной собаки. Пусть она вам верно служит, чтобы у вас все сложилось хорошо. Спасибо от всей нашей программы. Я так понимаю, это ваше творчество. Мое. Спасибо. Это я этим увлекаюсь. И неожиданно. Спасибо, Елена Андреевна. Присаживайтесь, пожалуйста. И расскажите, вы уже решили, уже знаете, где, с кем будете встречать Новый год? Ну, мы планируем со своими знакомыми собраться вместе и встретить этот Новый год. А потом пойти погулять. У нас сейчас очень красиво город украшен. Посидеть за столом немного и выйти на улицу. Она согласится, 31 декабря все-таки для хозяйки, наверное, самый напряженный день. Вот как у вас обычно проходит подготовка к празднику? Ну, подготовка проходит так, что мы всегда распределяем, кому что приготовить. У кого что более удачно получается, что там вкуснее. Ну, конечно, Новый год не обходится это без таких уже фирменных блюд, как оливье. Так. Обязательно готовится. Еще какие фирменные блюда у вас? Ну, там много салатов всевозможных. Сейчас же всемозможные салаты. Селедка под шубой, наверняка. Не-не-не, на Новый год селедка под шубой не надо. Нет. Много салатов на основе вот это курица, яйцо, сыр. Добавляйте там что хотите. Хотите грушу, хотите яблоко, хотите чернослив, хотите ананас. Все, пожалуйста. Ну, а есть какое-то фирменное блюдо, которое будет специально для встречи года собаки? Ну, так еще не думали. Скажите, пожалуйста, с какими опасными ситуациями, как вы считаете, вот учитывая собственный опыт, приходится сталкиваться хозяйке на кухне и вообще в квартире, в доме, вот когда мы готовимся к новогоднему празднику? Ну, это, конечно, большое количество включенных электроприборов. Когда тут у тебя микроволновка включена, когда у тебя включен еще и миксер, вот это, я считаю, что опасная ситуация. Так стараюсь я лично как-то разнести это в разное время. Что-то там покрутил, потом что-то там поджарил, что-то и... Ну, вообще вот эта неделя самая напряженная. Скажите, вот, например, когда вы уже начинаете готовить салат с горошком, 31-го утром или накануне? Нет, утром, чтобы все было свежее. Предпочитаем, чтобы все было безопасно. Безопасно. Безопасно, самое главное. Ну, что, спасибо большое. Какие опасности несет с собой самый любимый народный праздник, Новый год, и как сделать его ярким, но безопасным, поговорим об этом далее в нашей программе. С нашими следующими гостями я хочу пригласить в эту студию Дмитрия Алексеевича Галкина, начальника отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер. И Семена Арсеньевича Навацкого, главного инженера филиала Энергонадзор предприятия Гомель Энерго. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Ну, согласитесь, вот для кого-то Новый год это праздник, а для ваших сотрудников время такого повышенного внимания. И поэтому хотелось бы начать с главного вопроса. Так какие же опасности приносит с собой празднование Нового года, Дмитрий Алексеевич? К сожалению, традиционно статистика пожаров и других чрезвычайных ситуаций говорит, что наиболее опасным в этом отношении являются перетехнические изделия. И также елка. Семен Арсеньевич, вы, может быть, найдете другой Нового дня? Ну, я немножко как бы расширю наши опасности. Ну, в любой ситуации, когда мы выполним присоединение той же гирлянды, правильно ее выберем и подключим правильно, то она как бы такой опасности не представляет собой. Ну, еще, как говорили, мы торопимся встретить Новый год, суетимся. И вот какие опасности может возникнуть, когда мы перегружаем свою сеть электрическую, и может как бы отключиться электроэнергия, и потом мы будем вот с такой... Мне кажется, здесь еще ключевое слово «торопимся», «суетимся», да, и можем упустить какие-то моменты. То есть, наверное, внимание – это одно из главных наших качеств, которые вот надо обязательно соблюдать во время подготовки к Новому году. Елена Ромаксимовна, а вот как вы считаете, вот мне интересно ваше мнение, на ваш взгляд, вот какой самый опасный новогодний атрибут? Для меня лично это петарды. Потому что молодежь сейчас просто развлекается. В Минске был такой случай, я слышала, что просто, да, проезжали на машине молодые люди, и под ноги людям, которые стоят на остановке, они бросали петарды. Представляете, как это? Так что я тоже этого очень боюсь. Я вот хотела бы услышать комментарии. Есть и такие факты, к сожалению. А эти факты, они как-то, ну, пресекаются, наказываются? Ну, они пресекаются, они фиксируются. Здесь, конечно, нарушение, в первую очередь, это общественного порядка, поэтому здесь немедленно, я считаю, что нужно реагировать со стороны органов внутренних дел, и в дальнейшем такие факты, чтобы пресекать. Ну что ж, о пиротехнических изделиях мы еще поговорим далее в нашей программе. Сегодня хотелось бы начать с елки, вот традиционный символ, да, Нового года. Вот как правильно выбрать и установить елку? Дело в том, что в нашей студии одна из елок сегодня без игрушек, и мы рассчитываем с вашей помощью, да, как-то ее приукрасить для тех наших зрителей, кто еще не успел этого сделать. Вот такие вот будут ценные советы. Семен Артемьевич, давайте расскажем всем, какие елки опасные и почему. Ну, я бы, в первую очередь, выбор гирлянды. На сегодняшний день гирлянды, они должны пройти сертификацию, поэтому, приобретая гирлянду, необходимо у продавца потребовать сертификат соответствия, чтобы было естественно. Второе, надо определиться, где мы будем устанавливать елку и гирлянду, или в помещении, или на улице, да. Поэтому, исходя из этого, мы покупаем гирлянду. То есть это должны быть разные гирлянды? Да, это разные, или в помещении, или на улице. А чем они должны отличаться? Они должны отличаться, во-первых, степенью защиты. Есть такое понятие IP, да? IP это не телефон, а есть такая защита от внешнего воздействия. Первая, там две цифры. Первая цифра от воздействия механических частей, и вторая от влаги. И приобретая, допустим, гирлянду для улицы, там IP 44, не ниже должен быть, класс, который позволяет при любом погодных условиях, дожде или ветре, то есть она будет безопасна, то есть не возникнет. А макус, если сильный, это не опасно? Да. Если чем выше степень защиты, тем она безопаснее на улице. То есть минимум и IP 44. В помещении вот этот класс должен быть не ниже 2.0, да, IP 20, как такое говоря. Второе, ну, когда гирлянда прошла сертификацию, то, естественно, она безопасна. И ее проверяют и по электробезопасности, и по пожарной опасности. Вот мне бы хотелось задать вопрос, Елена Андреевна, вы уверены, что ваша гирлянда дома безопасна? А вы знаете, Наталья, в целях, как сказать, обеспечения уже безопасности я гирляндами не пользуюсь. А, то есть вы, ну, да, от греха подальше? Нет, от греха подальше. И дело в том, что у меня елка очень своеобразная. Я занимаюсь вот рукоделием, и поэтому елку я себе связала. И у меня маленькая настольная такая елочка, гирлянд пока не придумали для них. Ну, в принципе, безопасный вариант, да, как вы считаете? А если вот посмотреть на нашу елку, опасная или безопасная? Ну, в принципе, если взять ее, как бы, устройство, да, она включает в себя металлические части, да? Так. И вроде бы есть возможность, как бы, при аварийном режиме работы гирлянды, да, может возникнуть какая-то опасность или короткое замыкание или что. Поэтому, как бы, подключение елки мы должны смотреть внимательно, да? Хорошо, а давайте вернемся к елке. А какая елка все-таки безопасная? Например, это должна быть все-таки живая или искусственная? Где вот больше гарантий, что Новый год пройдет без проблем? С какой елкой? Ну, это уже, как бы, от традиций, в принципе, все елки мы считаем безопасными, если правильно подойти к ней, использовать. Допустим, живую елку, когда мы используем, мы с ней что делаем? Ставим в ведро с песком, да, чтобы она подольше стояла. Но не надо забывать, что если у вас будут гирлянды на этой елке, и мы периодически будем поливать этот песок, то надо помнить, что есть такая опасность поражения электрическим током, если мы там на провода куда-то попадет вот эта вода, да? Другое, если чисто пластмассовая елка, да, из пластмассы, она как бы изолирует, изолирующий материал, она более безопасна. Вот эта елка, допустим, имея металлические части, она какую-то опасность с собой представляет. А какую? Ну, я говорил еще. Это только если будет, да. Я хотел еще дополнить. Важно, чтобы елка стояла на жестком основании. То есть, если мы говорим о том, что она будет стоять в ведре с песком, то, извините, есть вероятность того, что она опрокинется. Что тоже... Тем более, если дома домашние живутки. Да, совершенно верно. Поэтому здесь необходимо учитывать то, что она должна надежно стоять и быть прикреплена к основанию. Как часто горят наши елки? Есть такая статистика? Такой статистики нет, но возгорание происходит. Ну, мы говорим про искусственные. Про искусственные. Да, эти новогодние красавицы. А вот что делать, если елка загорелась? Знаете? Вот что бы вы делали? А что бы вы сделали? А вот не знаю. Ну, хоть какой-то вариант. Ну, накрыть ее чем-то. Совершенно верно. Доступ воздуха прекратить. Мы должны отключить гирлянды, которые расположены на елке, обесточить ее, принять елка, чтобы она приняла горизонтальное положение и, совершенно верно вы говорите, накрыть плотным тканью, либо одеялом, покрывалом, ну и смочить водой. Это мы говорим про натуральную елку. Так. Про искусственную где-то, в принципе, то же самое, но когда уже распространяется горение, есть опасность того, что искусственные материалы, они все-таки выделяют вещества, которые являются токсичными. То есть нам надо избегать, помимо этого, еще вдыхания этих веществ. Для этого вам надо мокрой тряпкой, насколько я знаю. Совершенно верно. Мокрой тряпкой. Либо покинуть помещение после того, как мы эти манипуляции сделали. Итак, еще раз, обесточить, например, гирлянду. Второе, вызвать пожарную охрану. Третье, вывезти из помещения людей. И если это возможно, приступить к тушению елки. Приблизительно вот такие основные действия. Вы знаете, дорогие друзья, я хочу напомнить, тема нашей программы «Безопасный Новый год». На самом деле тема очень интересная. И мне кажется, стоит каждому из вас прислушаться сейчас очень внимательно к нашим гостям. Вот есть несколько сообщений от наших зрителей. Дарья говорит, что когда у них родился ребенок в семье, то они вообще перестали ставить елку. А Михаил сообщает, что у него есть две собаки, так что о елке и гирляндах он давно забыл. Вот как вы прокомментируете, я имею в виду, вот, Семен Артемьевич, какие вообще опасности для маленьких детей, для домашних животных таят в себе новогодние елки? Ну, во-первых, когда мы развешиваем гирлянду, то надо такое правило, что низко в нижней части, чтобы провода не находились. Потому что могут зацепить, маленькие дети бегают, где-то зацепили за гирлянду животные. Но такие были случаи, когда животные, они, наверное, чувствуют все-таки этот электрический ток. Когда гирлянда, допустим, под напряжением, они ее не трогают, да, обходят стороной. Но когда мы не находимся дома, да, вот эти животные, коты, собаки, они могут перекусить провод тут, да. И то есть у нас появляется какая опасность, открытые ли только ведущие части. Поэтому надо внимательно, где есть животные, надо перед тем, как включить елку, я считаю, надо провести ее осмотр, да, посмотреть, все ли у нас в порядке. Дело в том, что в нашем напряжении, в бытовом 220 вольт, оно не опасно, если к нему не прикасаться, да. То есть оно безопасное напряжение. Но только если есть какие-то оголенные только ведущие части, то надо принимать какие-то меры. Ну какие меры? Не пользоваться, надо отключить эту гирлянду, если она повреждена. Ну и, естественно, самостоятельно не производить ее ремонт. Дорогие друзья, вот очень ценные советы. Вот смотрите, найти красивую новогоднюю гирлянду сейчас не проблема. Проблема найти безопасную. Так считает старший государственный инспектор по энергонадзору Семен Арсеньевич Наладский, который вот сегодня у нас в гостях. Так, кстати, Семен Арсеньевич, возвращаемся к вопросу про гирлянды. Итак, на что стоит обратить внимание при покупке? Первое. Сертификат спросите. Сертификат. Наличие сертификата. Второе. Был паспорт, да, или инструкция по эксплуатации. Дело в том, что в инструкции вы прочитаете, как пользоваться гирляндой. Некоторые гирлянды допускают работу недлительную, будет прописано там 3 часа или 4 часа. Второе. Гирлянда – это как обыкновенный электрический прибор. Он относится к нему. И мы должны как бы не упускать, не опускать вот эту, прочитать инструкцию до конца, как и безопасно пользоваться гирляндой. Вы знаете, вот сегодня в нашей студии мы собрали несколько вариантов гирлянд. И очень интересно ваше мнение. Если вам несложно, подойдите, пожалуйста, к столу, да, и вот поднимите, покажите каждую из них и расскажите. Начну вот с этой гирлянды, да, гирлянды. Этой гирляндой долго пользовались, да, но когда уже готовят... Она уже такая какая-то не очень модная, да? Да, это старая гирлянда, еще лампочки. Вы знаете, что в настоящее время уже мы пришли к светодиодам. Я уже наперед расскажу, чем удобнее светодиодная гирлянда от лампочной. Лампочная гирлянда, если как было раньше по ГОСТам нашим, ее мощность должна была составлять не более 60 ватт. Светодиодные гирлянды, у них мощность от 6 до 8 ватт. То есть экономная, ну и во-вторых, пожаробезопасная. Или 60 ватт выделяет тепло, или 6 ватт. То есть светодиод, он сам по себе, он тепло не выделяет, он светится, да? Тепловыделения нету. Поэтому вот эти гирлянды старые, допустим, я бы рекомендовал их, наверное, забыть, и где-то их утилизировать или сдать куда, и ими не пользоваться. Вот какая еще, если на первый взгляд мы смотрим, да, вот провод питающий. То есть по всей длине вот этот провод сечения, его не соответствует ГОСТу. Если были ГОСТы, допустим, питающий провод должен быть не менее полтора метра длиной. Здесь, наверное, не будет до первой лампочки, да? Где-то полтора метра. А, должно быть до первой лампочки? Да, полтора метра. И вот этот провод, он должен быть определенное сечение 0,5, то есть он должен быть механическую прочность. Какая вот здесь вот, допустим, включая-выключая гирлянду, мы должны за вилку, да? Да. А здесь уже, наверное, кто-то за провод потащили, его оторвали. То есть оторвали провод, все, надо, и она не используется. Другое, от времени вот, они вот эта пластмасса, она нагревалась от лампочки, она потеряла свои свойства, она разваливается. Поэтому пользоваться вот этими гирляндами, вот она развалилась, вот вам открытая только ведущая часть. Да, но с другой стороны, мне кажется, ей уже 100 лет, она очень долговечная такая гирлянда по сравнению с элементами. Ну, если по истории гирлянды я вам расскажу, да, то в следующем году мы будем отмечать 80-летие изобретения и выпуска гирлянды. Первая гирлянда появилась в России, ну, в бывшем Союзе, в 1938 году их начали выпускать. Вот. Интересно посмотреть, да, что это были за гирлянды. Там, наверное, большие лампочки. Лампы были, лампочки. Но было ограничение, что ее мощность должна была быть не более 60 ватт. Это исходили из пожарной опасности. Ну, вот эти современные новые гирлянды, допустим, вот вы смотрите, вроде бы, как по нашим ГОСТам, ну, полтора нету, но вот этот блок управления, да, провод уже более, ну, машинный, он уже более такой двойной. В двойной изоляции, то есть он соответствует, как бы. То есть эта гирлянда, в принципе, подходит для того, чтобы украсить сегодня елку. Да, подходит. И у нее, допустим. Поверьте, она сертифицирована и имеет паспорт. Да. Это мы вам гарантируем. Вы знаете, наша елка до сих пор вот без гирлянды, а так как мы все-таки за безопасный Новый год, то я вот хотела бы предложить вам, вот нашим компетентным гостям, и вам, Ильянура Андреевна, вот помочь нам ее украсить сегодня гирляндами. Поможете? Обязательно. Ну что ж, ну, спасибо вам большое. Начнем с самого начала. Я так поняла, что гирлянда должна быть где-то на уровне середины, да? Ну, если выбирать гирлянду, допустим, как исходить, с какой длины, да? Если высота елки 2 метра или полтора, то гирлянда выбирается в 3 раза длиннее елки. 3 раза длиннее елки. И если я правильно помню, до начала программы вы говорили, что сначала гирлянду надо проверить. Перед тем, как ее... Подождите, Ильяна Андреевна, мы по правилам будем украшать. На елку, да, мы должны ее проверить. Ну, я немножко нарушу. Включить, да. Так. Вот она говорит. Работает. Работает. То есть мы ее отключаем и без напряжения, без отсутствия напряжения мы украшаем. А еще вы заставили нас снять игрушки. Ну, действительно, как бы рекомендуется развешивать гирлянду, игрушки во вторую очередь. Сначала мы развешиваем гирлянду, потом игрушки. Почему? Потому что, когда мы будем развешивать гирлянду, игрушки будут нам мешать, да? Так. Вот. И как бы мы ее скрываем туда поглубже в елку. Доступ как бы маленьким детям, оно немножко ограничиваем доступ. Хорошо. У нас есть пока телефонный звоночек. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы ослушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Елена. Слушаем вас. Ну, сначала я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Спасибо. Счастье, здоровье, главное здоровье. Спасибо. Вопрос у меня следующего характера. Как известно, петарды – это очень популярное пиротехническое средство у детей младшего и среднего школьного возраста. И это не только эффективно звуково, но также и крайне опасно и травматично. Вопрос к гостям передачи. И, может быть, еще раз попрошу огласить вот именно травматизм от использования петард. Вопрос следующего характера. Какие меры принимаются для недопущения в продажу данных пиротехнических средств? И еще раз, пожалуйста, напомните нашим телезрителям, родителям, которые сидят около телевизора, чтобы они передали своим детям о той опасности, которая ожидает детей при использовании петард. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вот действительно вопрос родителей. Вот я бы хотела его разделить на три, если можно, таких вот пунктов. Первое. Это существуют ли безопасные вообще пиротехнические изделия? Второе. Какую опасность они несут для детей и взрослых? И какую ответственность несут родители детей, которые пользуются теми же петардами и другими пиротехническими изделиями? Вы можете вот сейчас рассказать нам? Вообще-то я хотел бы сказать, что как самого пиротехнического изделия безопасного, наверное, не существует. В самом названии уже пиротехника, да, заложено слово пира, это от древнегреческого происходит огонь, да. То есть, когда мы покупаем эту петарду, мы рассчитываем на какой-то эффект. Это эффект взрыва, это эффект огня. Ну, согласитесь, не всегда эти эффекты взрыва и огня безопасны. Тем более для детей. Что касается детей, да, вообще продавать детям петарды запрещено. Дети, какой возраст вы имеете в виду? Сейчас 12-15 лет. До 15 лет. Это было правило торговли, это было и есть сейчас оговорено, до 15 лет продажа пиротехнических изделий. Спасибо, я вас перебью. Спасибо большое, нам даже игрушки повесили. И вот сейчас, видите, у нас есть уже украшенное яйцо. Украшение, да. Да, сейчас проверим, насколько все безопасно. Спасибо вам большое, дослушаем. Поэтому в любом случае детей к петардам, ну, я бы сказал бы так, не нужно вообще привлекать к этому, если только под особым контролем. Никто их не привлекает? Они сами, поверьте, они сами. Сами. Если родители сделали подобные упущения и не знают, чем занимаются их дети, допустим, да, есть ли какая-то ответственность за то, что вот где-то на остановках, да, с балконов нам на голову, да, вот падает какая-то петарда? Ну, это общепринятая ответственность, как я говорил, это нарушение общественного порядка. То есть это можно расценивать как и хулиганские действия в отношении то, что петарды с балкона бросают, да, под ноги прохожим. Это тоже одни из таких проявлений, которые можно так и расценивать. Хорошо. Мы говорим сегодня про пиротехнические изделия. Ну, они разрешены, продажа их разрешена. А вообще, как правильно, скажем, их, ну, как правильными пользоваться, как правильно их выбирать, как правильно их хранить, и куда вообще можно обратиться, если, допустим, ну, вот, ну, скажем, при выявлении несертифицированного подобного продукта? Я понял. Ну, вообще, начну с того, что... Мы говорим сейчас про взрослых покупателей, которые осознают, что они делают. Начнем с того, с покупки этого изделия. Покупать это изделие пиротехническое необходимо только лишь в специализированных магазинах, избегать случайных покупок, то есть у знакомых, на стихийных каких-то рынках и так далее. Продавец обязан предъявить инструкцию, то есть это в каждом пиротехническом изделии должно быть, инструкция по его применению, вот, где будут расписаны меры безопасности относительно, я уже буду говорить, пойду дальше, класса опасности. У каждого пиротехнического изделия есть свой класс опасности. То есть это, простыми словами сказать, это есть опасная зона, на которой могут факторы, искры там разлетаться, да, другие какие-то, акустические там, например, нагрузка. То есть у каждого пиротехнического изделия есть такие свои опасности. Зоны такие. Зоны, да, да, я по-простому буду говорить. Вот. Поэтому это необходимо все учитывать. А вот, а как выбрать безопасный фейерверк? Ну, я, наверное, думаю, смотря какую цель вы за собой преследуете, какой вам нужен фейерверк. Либо это какие-то ракеты, либо... Вот, смотрите, Леонора Андреевна с подругами, да, захотят пойти погрузь, да, и запустить фейерверк. Вот, допустим, компания, там 5-6 человек, да. Ну, первым делом она должна изучить руководство, да, по применению этого фейерверка. Вот. Изучить, на каком расстоянии он должен от зданий, от сооружений находиться. Естественно, этим фейерверком, пиротехническими изделиями мы не должны в людных местах это запускать. То есть должны выбрать какое-то безлюдное место, пустырь, где не ходят люди, подальше от домов. Назначить, наверное, если Леонора Андреевна пойдет со своими друзьями, подругами, наверное, назначить ответственность. О, тогда выйдете вы, мне уже кажется, нет? Нет, нет, все ответственность на кого-то. Нет, нет, я за это не возьмусь. Кто возьмет на себя инициативный такой человек, возьмет на себя ответственность, что он будет главный за эту пиротехнику. Если это будут дети, то, естественно, их оградить на безопасное расстояние, чтобы они могли посмотреть за эффектом этой пиротехники. Ну и выполнить это действие этому ответственному человеку. Нет, вначале надо, чтобы он инструкцию изучил, чтобы все он нам рассказал. Мы же говорим, что ответственный человек для этого должен быть. Да, подпускать к этому. А вообще, вот насколько в эти предновогодние дни будет усилен контроль ваших сотрудников за подобными какими-то внештатными ситуациями, за пиротехническими валютами, фейерверками? Да, мы традиционно в преддверии Нового года проводим такие рейдовые мероприятия совместно со всеми заинтересованными службами. Это и ОВД, и промнадзор. Выполняем эти рейды. Места, где они продаются, это рынки, это торговые объекты, магазины, специализированные секции. И именно смотрим факты недопущения фактов незаконной реализации, либо реализации этих изделий с нарушениями требований пожарной безопасности при их реализации. Ну, будем считать, что с фейерверками мы разобрались, хотя я думаю, что наши зрители сейчас нам добавят здесь еще, как говорится, огоньку. Теперь хотелось бы поговорить о других проблемах. Вот, например, уже есть несколько сообщений от наших телезрителей. Вот Григорий сообщает, что под Новый год у них в квартире часто мерцает свет. Как избежать перенапряжения в старом доме, хрущевкой, когда работает у всех только бытовой техники и гирлянда? Вот прямо в тему наш вопрос. А, кстати, есть еще от Руслана. Сколько приборов могут одновременно подключаться в переходнике? Ну, я думаю, Семен Арсеньевич, вот эти два вопроса можно объединить и послушать ваш комментарий. Значит, как бы разъяснить, что нам надо делать. Во-первых, если мы рассматриваем старый дом, да, хрущевки, то изначально эти дома проектировались под мощность какую-то определенную. Это было изначально где-то 3,5 киловатта на квартиру. То есть из расчета этой мощности было подведено как бы питающий кабель. Что нам надо делать? Во-первых, что такое мощность? Вы сами можете посчитать 3,5 киловатта, это какой ток, да, потребляет. Если мы берем киловатт, то, грубо говоря, мы где-то 4,5-5 ампер, да? Да. И вот если мы смотрим 5 ампер, допустим, вот на вилке, да, вот если на ней написано, вот, 6 ампер, 250 вольт, то есть вот на эту вот переноску, так называемую, если... Ну, это удлинитель такой, да? Да, удлинитель. Ну, конечно, нарушений здесь куча, я просто его хотел... А вы покажите, вот какие нарушения, да, и какие могут возникнуть вот мерцания, или, как сказать вам, ну, вот удлинитель, вроде бы вилка нормальная, да, заправленная здесь, то есть, ну, вот сама вот это присоединение розетки... Вот, давайте покажем нашему оператору. Вот, смотрите, вот донышка нету, да, я посмотрел, у вас удлинитель, наверное, специалисты делали, есть донышка, да? Так. Здесь донышка нету, да? Есть возможность кого, ну, маленькие дети играются где-то, у вас розетка будет валяться на полу, где-то лежать. Взяли руками. Взяли руками, вот поражение электрическим током есть. То есть, вот эту розетку, удлинитель, вот открытая... Двойная изоляция, что это значит, двойная изоляция? Вот эти провода должны быть закрыты, да? Закрыты провода. Так, это два. И третья вилка, на которой указана мощность. Мощность указана. Если мы берем удлинитель, я не взял трехместный, четырехместный, то это не значит, что мы в этот прибор можем включить четыре потребителя. Дело в том, что вот изначально наша вилка, они какого бывают? Шесть ампер, десять ампер, шестнадцать ампер. Ну, это шестнадцать, это самый распространенный, ну, двадцать пять там ампер. И, исходя из пропускной токовой способности, да, если на десять ампер, то можно подключить полтора киловатта мощности. Ну, сколько это электроприборов? Ну, если электроприборы у нас сегодня брат, да, допустим, утюг, два киловатта, да? Два киловатта. В эту розетку мы уже не можем его подключить, потому что два киловатта, это, грубо говоря, более девяти ампер. То есть уже удлинитель надо, или розетка, чтобы было рассчитано на десять, шестнадцать. А если мы это сделаем, что произойдет? Ну, что происходит? Перегрузка, да? Так. Где-то нагревается, вот в этой вот части, да, допустим, мы создали перегрузку, здесь контакт прессованный или запрессованный, да, он начинает гореть. И вот эти, получается, импульсы и моргание в сети. Поэтому... А утюг можно таким образом испортить? Утюг, я не знаю, но можно аппаратуру. Если у вас какой-то газовый котел, где есть электроника, то там можно вывести из строя тот газовый котел наш, если частный жилой дом. Вы знаете, вот я вас очень внимательно сейчас выслушала, очень интересно, потому что очень много информации, которую даже, ну, я не владею, но я хочу, вы знаете, задать вопрос Леоноре Андреевне. Вам все понятно? Да. Серьезно? Вот эти амперы, что можно, что нельзя? Нет, вы знаете, я иду по линии меньшего сопротивления. Зачем я буду в один удлинитель включать сразу три электроприбора? Опять-таки безопасность. Аплодисменты. Конечно, сюда здесь должны быть. Спасибо большое. Вы хотели добавить, я смотрю, здесь у нас еще есть специальная розетка и какие-то для безопасности. Есть такое вот, вот эта розетка, вот это мы говорили IP44 защита, вот она пылевлагонезащищенная, то есть крышечка, написано IP44 на ней, да? Так. И она может использоваться на улице, допустим, степень защиты, мы говорили, не менее IP44. То есть, и крепление, видите, здесь надо все читать. Низ, допустим, вот так она должна быть расположена, можно ей пользоваться, стационарно установили эту розетку. Это безопасная розетка? Да, безопасная розетка. Что мы хотели добавить, как бы безопасность? Когда дети в доме, я так понимаю. Дети в доме, да? У нас, если я уже пользуюсь таким случаем, как бы провести такую... Мы с октября месяца представители энергонадзора проводили такую акцию и проводим в настоящее время безопасная розетка. Вот вы сами придете домой, посмотрите, где у вас находятся кроватки ваших детей, да? Розетка, да? Рядом розетка, рядом розетка. Конечно, новые дома у них и у вас, допустим, розетки уже со шторками, да? Но если у вас есть старая, то есть такая вот нехитрая, уже мы давно пользовались, вот... Ну, не у всех они еще есть. Заглушки, да? Если у вас старая розетка, то, ну, особенно там, где расположены кроватки детей, надо ее закрыть заглушкой, чтобы дети туда без присмотра, может, и не попались. И вот, пожалуйста, хорошая... Спасибо, спасибо большое. Дорогие друзья, вы знаете, очень порадовало сообщение Ларисы. Кто-то 31 декабря ходит в баню, а мой муж на рыбалку. Разве можно в такую погоду ловить рыбу на таких водоемах? Не опасно ли это, переживает супруга. Хочет, видно, ну, салат нарезать супругам дома. Вот как можно прокомментировать? Я к чему говорю, что вот это важная все-таки тема, да, здесь и летние, и зимние каникулы начинаются, и сейчас вот народ гулять везде, где можно, начнет. И вот как вот, в принципе, готовы ли спасатели обеспечить безопасность рыбаков, детей наших? Ну, спасатели готовы всегда обеспечить безопасность, но здесь нужно говорить о том, что готовы ли самые граждане ее обеспечить. Давайте с этой стороны посмотрим. Вот, теперь нужно гражданину понимать, да, почему он должен, не должен выходить на лед. Сегодня теплый декабрь, такая вот образовалась погода, и ледосплава, в принципе, такого нету. И, к счастью, мы сегодня зафиксировали только один случай топления рыбака, это в Рогачевском районе. Вот, а прошлые годы, года, статистика просто пестрела такими фактами. Ну, я бы не говорила, что это к счастью, один случай иногда, да, это тоже беда, конечно же. Вот, но вы считаете, что чаще всего виноваты... С вами граждане, которые, пренебрегая своими и безопасность, выходят на лед. А давайте расскажем нашим зрителям о том, как вести себя, если вдруг рядом с вами вот произошла такая ситуация, вот вы рыбак ловите, а рядом вот ребенок на санках катается на льду, и что-то произошло. Как себя вести? Ну, во-первых, первым делом это не следует паниковать, нужно... Стоит ли помогать такой ситуации? Да, естественно, стоит помогать. Нужно посмотреть вокруг на наиболее предметы, которые могут помочь. Это может быть палка какая-то, либо веревка где-то, вот, лечь на... Лед. На лед, да. И попытаться помочь тонущему человеку при помощи либо палки, либо того же самого шарфа. Мы можем снять шарф, либо куртку и попытаться помочь вытащить. Все это нужно делать, не, опять же говорю, не паниковать. В нормальном состоянии мы должны утопающего извлечь из воды и спокойным образом передвигаться по льду в сторону берега. Спасибо большое. Ну, дорогие друзья, без таких вопросов Новый год не может быть безопасным. Я напоминаю, что именно так сегодня звучит тема нашей программы. И далее хотелось бы поговорить о безопасности на городских елках и за новогодним столом. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Теперь тема нашей программы «Безопасный Новый год». И нам очень интересно ваше мнение, как сделать праздник ярким, но безопасным. Звоните, пожалуйста, в студию, пишите в вайбере и оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. У нас тут развернулись такие горячие споры, дискуссии о том, зачем нужны петарды, зачем не нужны, как можно, как нельзя ими пользоваться. И вот мы только что узнали много чего интересного, например, что петарды нельзя носить в кармане. Да, вот давайте расскажем нашим зрителям, потому что информация очень интересная. Как вообще хранить подобные изделия? Вообще петарды должны храниться в недоступном месте. Во-первых, от детей они должны быть недоступны. Не должны они храниться во влажных местах. То есть, сами понимаете, петарда может изделие это отсыреть, и потом, когда мы его начнем применять, то есть у нас произойдет сбой. Хорошо, а почему в кармане нельзя? Ну, потому что вот такое, как Леонора Андреевна говорила, шутник может прийти, выбрасывает из окон автомобили, и то же самое положить в карман. Где находятся уже другие петарды? Вы представляете, что будет с одеждой? Ну да, да, представить, конечно, сложно. А вот мне интересно, Леонарна Андреевна, вот вы, я знаю, вы сказали, что вы человек такой активный, и наверняка же на елку пойдете с подругами. Так вот, какие меры безопасности обычно применяете перед тем, как выйти на улицу на массовые такие гуляния? Ну, вообще, я принципа такого придерживаюсь, что все должно быть удобно и тепло. Потому что это зима. Значит, обувь должна быть удобной, желательно, без каблуков. Без каблуков. Да, без каблуков обязательно. Ну и потеплее одеться, потому что мы уже посидели за столом, вроде бы нам там, да, вроде бы нам очень даже жарко, а на улице все-таки зима. Хоть плюсовая температура, но все равно. И мы же не выходим ни на 5 минут, ни на 10, а мы же пойдем погуляем. Ну и можно чего-нибудь такого. Что-что-что? Ну, чтобы теплее было. А, хорошо. Да, только в пределах нормы. Пирожки, вкусные, вкусные новогодние пирожки. Хорошо, спасибо большое. Вот как, дорогие друзья, остаться с крепким здоровьем на Новый год, расскажет Ирина Атарик, заведующая отделом общественного здоровья областного центра гигиенно-эпидемиологии. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, Ирина. Присаживайтесь, рады видеть вас в нашей студии. Вот смотрите, для кого-то новогодние праздники проходят радостно, а для кого-то все-таки оборачиваются поездкой в больницу. И все-таки вот расскажите, что же стоит на первом месте среди новогодних опасностей для медиков и какие вот новогодние травмы считаются типичными вот в этот самый период. Ну да, я немножко расширю перечень тех опасностей, которые в новом году нас предостерегают. Поэтому нельзя здесь не сказать переменчивой погоди, несмотря на то, что сейчас уже плюсовая температура. Все мы сегодня, вчера добирались до работы и неоднократно могли видеть и падение и так далее. То есть гололед на улице. В первую очередь нужно быть внимательным для того, чтобы избежать вот этих травм. Это основные, конечно же, это ушибы, растяжения, даже зачастую переломы. Учащаются, безусловно, по статистике. Это основные травмы в предновогодние... Да, растяжение, да, переломы и рук, и ног, ключиц. А вот смотрите, травма голеностопных суставов, да? Вот если вот после падения, да, вот какого-то такого типа вывиха, вот болит у человека нога, что делать вообще? Вот первое, вот первое, там, холод, тепло, повязка, вот многие путаются. Вот с кем не поговоришь, никто точно не может сказать, как... Если эта травма произошла на улице, нужно учитывать само ощущение, да, то есть понимать, что все-таки исключить перелом мы можем только в стационарных, либо в учреждениях здравоохранения. Поэтому, если мы точно понимаем, что перелома нет, то, придя домой, необходим холод, холод, безусловно. Безусловно, то есть, если все-таки это не помогает, повязки какие-то холодовые, лед тот же самый, или можно даже залезть в морозилку, достать что-то другое замороженное, если льда зачастую не бывает в холодильнике. В холодильнике, например, так? Да, безусловно. Если не проходит в течение неопределенного времени 10-15 минут, получаса, часа, то есть мы рекомендуем, конечно же, обратиться в учреждение здравоохранения за квалифицированной помощью. А вы знаете, вот среди новогодних неприятностей лидируют еще и травмы от выстрелившей пробки от шампанского и травмы, полученные при неудачном запуске фейерверка, да, как мы и говорили. Вот мне всегда было интересно, кстати, давайте расскажем нашим зрителям, чем же опасна пробка. Почему, спрашиваю, и правда ли, что летит она со скоростью 46 км в час? Ну, для меня это, кажется, это очень опасно. Такие данные, конечно, существуют, да, о скорости летящей пробки, да, все зависит от того, как мы интенсивно несли. Рекомендуется то же самое шампанское, которое находится под высоким давлением, да, перед употреблением охладить, то есть держать в холодильнике, да, это снижает риск. От вылетевшей пробки, по крайней мере. Рекомендуется пользоваться какими-то сдерживающими, тем же самым полотенцем, допустим, пробку, то есть передержать, и направлять при открытии бутылки в сторону от людей, безусловно, чтобы это было не в доступе лица, там, и так далее, то есть от подальше как-то, вот. Так, хорошо, а вот травмы глаз, вот вызванные вот искрами от петард, это же все-таки тоже очень опасный момент праздника. Вот если такое произошло, вот какие меры принимать? Существует и такая статистика, то есть травмы, ожоги роговицы глаза, и не только, то есть какие-то со стороны аппарата, да, зрительного аппарата, да, безусловно, учитывая, что это и входящая ворота, да, для инфекции, то есть это слизистая оболочка, при нарушении слизистой оболочки необходимо однозначно сразу обратиться в специализированное учреждение за квалифицированной помощью врача. То есть промывать что-то самим в таком, в такой вот ситуации? Промывать, наверное, не рекомендуется, единственное, я не думаю, что в аптечке у каждого дома будет альбуцит или какие-то антибиотикосодержащие препараты. То есть поэтому лучше, конечно, обращаться к специалисту. Спасибо большое, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Марина, меня зовут. Очень приятно говорить, пожалуйста, Марина. Я смотрю передачу и подумала поинтересоваться вызывать искусственный снег из волочек, аллергию. Дело в том, что мы хотим доукрасить квартиру в праздниках, да, но обоимся, что мы можем нагреть и деньги таким образом. Ну, спасибо большое, очень интересный вопрос. Знают ли наши гости, что такое искусственный снег для декора и что можно сказать? Да, знаем, что такое искусственный снег, да, безусловно, тот материал, из которого изготавливается искусственный снег и реализуется у нас в продаже, безусловно, гигиенические требования к нему предъявляются. То есть практически все, что контактирует вообще в своей жизни человек, то есть все это подлежит сертификации и так далее, да, в специализированных учреждениях. Это тоже. Зачастую вызывается и аллергию, да, то есть если этот материал... А какой там компонент может вызывать аллергию? Ну, возможно, какой-то вид пластмасс, возможно, какой-то растворитель в составе. То есть это сугубо нужно смотреть уже изначально, учитывая инструкцию по эксплуатации, да, то есть, возможно, будет указано что-то на маркировке, маркированно, поэтому, ну, аллергии бывают, да, бывают от использования от этого. То есть здесь надо очень аккуратно, особенно если это детские комнаты. Безусловно, да. Спасибо большое. Дорогие друзья, обильный стол, без которого многим, ну вот просто трудно представить новогодний праздник, на самом деле, таит в себе большую угрозу для здоровья, так считают медики. Итак, чем опасно новогоднее переедание? Какие продукты лучше не ставить на праздничный стол, если вы хотите быть активными, здоровыми и веселыми в новогоднюю ночь? Вот попробуем разобраться прямо сейчас вместе с нашим экспертом. Встречайте, Татьяна Гавриенко у нас в гостях, врач Центра превентивной гастроэнтерологии. Добрый вечер, Татьяна, присаживайтесь, пожалуйста, поверьте, вот не хватает нам вас в этой компании, потому что, да, вот как уберечь себя от аппетитных вкусных салатов, о которых мы мечтаем месяца, то есть два до Нового года, да, составляем эти праздничные меню, а оказывается, что это все-таки вредно. Вот, кстати, по статистике 8% людей полностью довольны, только 8% людей полностью довольны тем, как они провели новогодние праздники. Переедание, бесконечное застолье, да, в принципе стабильно занимает одно из первых мест в списке вот этих вот новогодних разочарований. Татьяна, чем же опасно вот такое вот новогоднее переедание? Начнем с этого. Испортить себе здоровье очень опасно, да, потому что неумеренность во всем, она всегда чревата каким-то вредом. Ну, у каждого свое. Тут касается, кто-то переел, кто-то перепил, кто-то и то и другое сделал, да, кто-то перележал, меньше подвигался. Поэтому проблемы со здоровьем тут непредсказуемы, как каждый встречает Новый год. Особенно это касается женщин, которые продолжительное время готовятся к Новому году и сидят на диетах, да, вот давайте рассмотрим типичную ситуацию. Я сама этим решу. 31 декабря, да, мы часто вот в предвкушении этого предновогоднего пира, да, вот в последний день уходящего года садимся на диету и думаем, мы вот сегодня есть ничего не будем, а вот уже ночью обязательно все попробуем. Вот скажите, пожалуйста, день без пищи вообще это правильно? Нет, это неправильно. Помните, что у нас есть желчный пузырь, у кого-то, конечно, он отсутствует, у кого-то его нет, но желчь должна выделяться. На каждый прием пищи постепенно должна выделяться. Она не должна застаиваться, она не должна сгущаться, потому что это опасность развития билярного сладжа, это чревато полипами, либо камнями в желчном пузыре. Переедание. Подобное переедание или сначала долгое голодание, а потом... Голод, а потом массивное переедание, да. Очень важная информация. Это очень большая нагрузка на поджелудочную железу и на печень. Вы знаете, мне мама, она все время говорила, перед тем, как собираться на новогодние праздники, съешь кашки. Это правильный вообще совет, как вы считаете? Хоть что-то надо съесть, да, голодным быть нельзя. Да, очень хорошо. А у вас есть какой-то свой рецепт, как сделать вот этот вот праздничный стол, праздничный стол таким вот вкусным, аппетитным и безопасным? Именно праздничный стол? Да, конечно же, чтобы все салаты пришлись по душе. Скажите, мы доверяем хозяйкам. Ну что ж, вот Лариса, например, она считает, она очень любит мандарины, может съесть полкило за раз и спрашивать, не опасно ли это. Кстати, вот да, мандарины. Один из продуктов, который является символом Нового года. Давайте поговорим о мандаринах, да. Замечательный продукт мандарины, но мы уже с вами неоднократно обсуждали о том, что объем порции не должен превышать 250 миллилитров. Да, большой стакан себе представляем. По граммам мы будем считать, что это 250-300 грамм фруктов, да, если мы переводим на фрукты. Больше есть не надо, потому что перерастягивается желудок, это тоже чревато какими-то неприятностями, дискомфортом потом. Лучше всего в меру по чуть-чуть. Лариса, полкило за раз это много, так считает Татьяна? В течение дня это норма. 400-600 граммов фруктов, мы тоже это уже обсуждали. А чем можно совмещать такой вот продукт, как мандарины? Мандарины можно совсем совмещать, кроме цельного молока. Кроме цельного молока, полезный совет. Хорошо, какие продукты могут испортить нам праздничное застолье? Вот самые продукты опасные на новогоднем столе, давайте три назовем на ваш взгляд. Жирное, копченое и соленое. Жирное, это мясо? Да. Копченое, ну все понятно? Все копченое, да. И соленое тоже надо не переборщить, потому что консервации сейчас уже как-то появилось большое количество фруктов, овощей, консервации становится меньше, но тем не менее. Подождите, у нас тут горячий спорт. Мужчина, наверное, нечего делать, а позже. Без соленого, без жирного. Жирного. Слушаем. Ну я же слышала, что диетологи считают, что самый опасный продукт за новогодним столом – это майонез. Жирный. Ну да, жирный. Относится к категории жирного. Конечно. Потому что кладется он во все вот эти. Совершенно. Ну традиционно. Не только жирная, копченая ваша колбаса и мясо. Майонез относится к категории жирного. Еще давайте учитывать, что плюс алкоголь добавляется. Это очень сильно портит ферментативную, усиливает, вернее, ферментативную нагрузку на поджелудочную жирность. Татьяна, еще есть вопрос. А вот пишут в некоторых рецептах, что можно один к одному смешивать и сметану, и майонез. Как это? Можно. Для того, чтобы уменьшить жирность. Можно смешивать с йогуртом. Это сочетаемый продукт? Да, это сочетаемый продукт. А какие вообще типичные ошибки мы делаем, когда готовим праздничное меню? Вот мне очень хотелось бы остановиться, например, на несовместимости продуктов для начала. Значит, давайте берем классический салат оливье. Он совершенно несовместим по своей категории продуктов. Вот как же так? То, что несовместим, а самая любимая. Но опять-таки, для того, чтобы улучшить наше пищеварение, у нас должны быть разделены углеводы легкие, вот куда входит картофель, отварной морковь и прочее, и мясной компонент. Этого быть не должно. Там не должно быть мяса. Яйцо еще допускается, а мясо, колбаса, тем более, категорически не допускается. Куриное филе? Куриное филе можно. Вот, уже выяснили. Давайте тогда убирать майонез. Да, тут надо этот рецепт модифицировать. А что самое опасное в таком продукте, как майонез? Почему он такой опасный? Жирность? Жирность. А вот скажите еще, пожалуйста, какой жирности нужно выбирать более полезный для нас майонез? Максимальный, 68%. Там, чтобы не было никаких стабилизаторов, крахмалов и прочего. Спасибо. А вы знаете, вот традиционно салаты заправляют майонезом, и, дорогие друзья, так как мы сегодня говорим про безопасный Новый год, то, конечно же, мы предлагаем, вот наши гости предлагают и безопасное меню, поэтому попробуем заменить все-таки этот продукт чем-нибудь вкусным и полезным. И у меня вопрос для Элеонора Андреевны. Какие варианты предлагаете вы? Чем заправляете новогодние салаты? Ну, сейчас появился очень соус йогуртный. Очень вкусный, я уже попробовала. Но, Татьяна, я уже задала вопрос, сказала, нельзя. Почему, Татьяна? Можно. Ну, понимаете, все в меру. Там содержится крахмал. Очень большое количество крахмала. Соус действительно вкусный, он очень густой, он красивый. Плюс его в том, что там процент жирности очень небольшой, 7,4, в отличие от майонеза. Те, кто уже все-таки бережет очень сильно свою фигуру, да, но все-таки решил согрешить в Новый год, наверное, предпочтение можно ему отдать. Ну, не для постоянного применения. А вы знаете, у Элеонора Андреевны даже майонез безопасный. Дорогие друзья, вот предлагаю прямо сейчас в прямом эфире приготовить этот безопасный продукт. Мы вот подготовились, да, сегодня к этой встрече. Все продукты на столе. Давайте посмотрим, а потом обязательно попробуем. Так, для нашего необычного, очень вкусного, нежного и безопасного для нашей фигуры майонеза нам понадобится, как вы думаете, что это, Наталья? Я думаю, что это рис, и для меня это открытие. Это совершенно верно, отварной рис. Вот у нас здесь стаканчик, мы возьмем половину, наверное, чтобы прокрутило. Теперь мы возьмем немножко лука. Лук желательно порезать мелко. Так, прошу обратить внимание, мы делаем майонез, и рис здесь главный компонент. Я сама удивляюсь. Возьмем один зубчик чеснока. Я люблю погорячее, я всегда кладу побольше. У нас сегодня так горячо в стопе, вы не представляете. Да, да. Теперь. Лимон. Мы выдавим сок лимона. Ну вот на 100 граммов риса сколько нам надо? Ну вот я опять-таки кладу много. Вот. Обязательно мы добавим. Так, это у нас сахар. По вкусу, да? Побольше, да. Ну пусть будет послаще. И немножко соли. Соль всегда можно добавить на столе. Так что кладите поменьше. Чтобы взбился наш майонез вкуснейший, давайте добавим немножко отвара. В котором варился? Да, в нем варился рис, да, чтобы там было. Ну и попробуем взбить. Я отойду чуть-чуть? Да, опасно. Я сама боюсь. Сложно при сочетании. Так. Дихо, 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 дихо. Нельзя его, да, поворачивать? Держим, держим. Так, а почему оно? Мапочку надо держать. Так, давайте проверим, что у нас здесь получилось. Давайте попробуем, попробуем. Да, немножко еще добавим жидкости. Чуть-чуть. То есть он густоват. Так. Так, лук положили, положили, положили. Лук, чеснок. Все, да. Лимон. Сок лимона обязательно прокрутим еще немножко. Парклились. Ну да, уже получается соус. Так, а теперь добавляем такой ингредиент, как еще... Давайте мы покажем нашим зрителям. Мне уже не терпится пополам. Масло. Да нет, еще рано. Ну, по крайней мере, уже мы видим, что это получается соус. Вот не знаю, сейчас опасное дело. Почему? Подождите, не так. Вы хотите добавить это... Я хочу добавить масло. Мне нужно вливать его тонкой струйкой. Ну, так как у нас немножко другой прибор, давайте вы нажимайте, я держу. А я лью? Я не знаю. А тонкой струйкой. Попробую. А просто так нельзя добавить? Так, давайте мы наливаем, закрываем. Так, подождите, подождите. Получается? Подождите. Сейчас немножко прокрутим и еще добавим чуть-чуть. Ну, мы же за безопасный Новый год у нас происходит что-то. Ну, в принципе, так, по чуть-чуть, да, я поняла. Да, давайте еще... Это, наверное, все-таки секрет этого блюда еще и в том, чтобы наливать все маленькое... Такое масло, тонкая струйка, чтобы превращалось в такую воздушную массу наш весь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, давайте, будет достаточно. Я очень жду ваши комментарии, ваши Ирины, вот, да, про такую заправку, для салата. Уже можно пробовать? Нет, ну, вот такого вида. Давайте я вот дома приготовила, подготовилась к этой ситуации. То есть, я поняла. Я вот хочу вам показать, что он становится... Нет, его нужно прокрутить еще немножко, Наталья. Очень, очень хорошо. Чуть-чуть. А сколько чеснока много? Дорогие друзья, вот такой вот чудесный майонез, который... Вот в какие блюда можно добавить? Вы знаете, в повседневной жизни это очень хорошо использовать в наши простые салаты. Овощные, опять-таки. Это морковь, это наш вот этот вот майонез, безопасный, нежирный, не калорийный, ничего. Грецкие орехи добавили, все. Свекла, морковочку вот эту сделали. И очень хорошо, конечно, оливье. В оливье, может, вполне добавить. Оливье, да. В шубу вы, может, не добавите, ничего, но... Но мне кажется, это такой средостаточный продукт, учитывая, что рис... И вот он, посмотрите какой. Вот он, такой консистенции, что... Ну, это очень необычный, очень действительно ароматный и вкусный. Да, и очень, очень вкусный. Спасибо большое. Попробуйтесь. Спасибо. Мне понравился этот рецепт. Татьяна, а как вот вы прокомментируете подобный майонез, я бы даже сказала, больше такую салатную заправку? Заправка, согласна. По калорийности немножко миф. Калорийный. Рис сам по себе калорийный. Так. Для того, чтобы вот у вас получилась консистенция такого мягкого соуса, рис как минимум должен быть круглый, то есть тот, который дает кремовую текстуру, так? И вы добавляете туда масло. В любом случае у нас получается калорийная заправка. То есть сочетаемость с овощами, да, согласна, с овощами оно будет сочетаться хорошо, но мясо там будет лишнее. Но там должно быть на два стакана риса отварного, одна четвертая часть стакана подсолнечного масла в рецепте. Это тоже опасно. И побольше отвара тогда. Да, да. Это калорийный. Ирина, вы заинтересовались? Со своей стороны хочу сказать, что в любом случае, если из двух зол выбирать меньше, да, то есть в составе майонеза, пусть он калорийный, да, 67, да, то есть в 6 разный процент жирности, то есть мы должны учитывать, что там используются трансжиры. Обычное растительное масло, которое используется сегодня, то есть что вы использовали, да, растительное, в своем составе таких жиров не имеет. Поэтому, безусловно, ставим плюсик, но учитывая, что рис принадлежит категории легкоусвояемых углеводов, и опять-таки, высокий гликемический индекс, да. Да, безусловно, в повседневной, ежедневной жизни использовать в пищу этот постоянно, то есть как бы нельзя. Дорогие друзья, вот горячие споры по поводу домашнего майонеза на основе риса в нашей студии продолжаются. Мне вот просто мнение наших мужчин интересно, потому что, ну, чесноком пахнем мы все, я вам честно скажу, сейчас в этой студии. Профилактика заболеваний. Не хватает, как вы говорили, мясных закусок. А, закусок. Вредно, в общем, вредно. Потому что сама баночка, она напоминает что-то вроде хрена такого, горчица, поэтому... Но, в принципе, рис вы там не почувствуете? С мясными, нет, я не почувствую, но с мясными блюдами очень хорошо. Спасибо большое, дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир, безопасный Новый год. Вот именно такая тема нашей сегодняшней программы. Ну и, конечно же, мы не могли бы сегодня закончить этот эфир без такой темы, как бенгальские огни и новогодние свечи. Леонора Андреевна, вы любите, вообще используете подобные новогодние атрибуты? Я люблю использовать свечи. А чтобы они были безопасными, это очень хорошее украшение для стола, опять-таки. Это воду опускать. Красивое блюдо какое-то поставили и опустили плавающие в воде свечи. Замечательно. Это сейчас появились плавающие свечи, вот как вы это прокомментируете? Действительно это безопасно? Плавающие свечи, они же находятся в воде, да? Да, да. То есть в любое время вы можете затушить, они находятся в какой-то ёмкости. Ну да, берётся ёмкость, наливается вода и опускаются свечи сюда. Здесь как бы менее они опасны. Я хотел бы сказать про бенгальские свечи, которые несут опасность. Бенгальские огни. И те же самые хлопушки, вроде на первый взгляд, они как бы не несут никакой опасности. Все мы представляем, мы в детстве это использовали, да? Но на самом деле есть и факты травмирования даже той же самой хлопушки. Когда инструкция по эксплуатации говорит о том, что нельзя закрывать ту часть, от которой вылетает конфетти, да? Но есть такие факты, что закрывает и пальцы всовывает, и когда во время этого разряда идёт. И поэтому идёт травмирование, особенно детей. Вы знаете, я уже лет 10 не пользуюсь бенгальскими хлопушками. Для меня почему-то это самый такой, вы знаете, опасный новогодний атрибут. Были тоже неприятные истории вообще в жизни с этим связаны. Но мне страшно пользоваться хлопушками. Да. То же самое бенгальские свечи, да? Да, видите, разлетает, идёт разлёт искр. Даже если мы примем все меры безопасности, будем держать на удалённом расстоянии, то посмотрите, есть такое понятие, как дефект изделия, да? Те части, которые разлетаются, они могут попасть на какое-то ковровое покрытие, да? На ту же самую ёлку, на одежду, на руку. Это тоже чревато травмированием и каких-то случаев, которые, ну, под Новый год они не нужны нам и в Новом году. Вы знаете, наши зрители очень заинтересовались безопасностью новогоднего стола. И вот несколько сообщений. Марина сообщает, что перед тем, как сесть за стол праздничный, она принимает препарат, содержащий пищеварительные ферменты или активированный уголь. И тогда ничего не мешает ей наслаждаться любимыми салатами. Вот как бы вы прокомментировали? Ферменты надо тому, кому они надо, а не для профилактики. Во-первых, это раз. Во-вторых, фермент употребляется вместе с приёмом пищи. Современные ферменты, они состоят из микросфер, которые раскрываются и должны перемешаться с пищевым комком для того, чтобы сработать. Ну, в любом случае, когда идёт злоупотребление и едой, и алкоголем, что бы уже кто ни пил, вряд ли будет хороший эффект. А если во время праздничного застолья всё-таки переели, наши вот люди, они уже готовят, понимаете, к перееданию, да. Если всё-таки переели, что делать, какие шаги будут правильными, спрашивает Ольга. Ольга, я удивляюсь, но спасибо за вопрос, да, вопрос. Подождите, это не весь вопрос. Есть ещё от Ильи вопрос. Как избежать перебора со спиртным? Ну, в принципе, да. Держать тебя в руках. И это, наверное, касается и Ольги. Нет, дело в том, что вообще алкоголь, он сам по себе притупляет немножко чувства, да, в том числе чувства голода и чувства насыщения в алкоголь. Поэтому надо как бы вот или с кем-то в компании, чтобы было весело, чтобы куда-то ходили, дышали где-то воздухом, или уже друг за другом наблюдать, если уже такой ненадёжный. Ну да, Ольга за Ильёй, а Илья за Ольгой, да, что-то типа такого. Вот мне интересно, что делать, если такое произошло? Отравление алкоголем? Ну, вообще лучше. Отравление тоже, если происходит. Мы же говорим о том, что это могут быть салаты первого, второго, третьего, да, января, или те, что остались после гостей, мы не убрали, да. Вот я про такие тоже бы вещи хотела сейчас поговорить. Если видите, что в течение двух-трёх часов не справляетесь с ситуацией, то лучше обратиться за медицинской помощью, дабы не запускать ситуацию. Потому что очень чревато обезвоживание, это опасно, особенно это опасно для маленьких детей, если, не дай бог, то произошло отравление. Вот, и взрослому человеку, конечно, очень можно выйти на неприятные хирургические последствия, если затянуть. Татьяна, ещё раз, давайте повторим вот эти простые правила грамотного застолья, которые всё-таки помогут избежать вот этих пагубных последствий такого новогоднего, я бы сказала, пищевого стресса. Итак, первое. Едим в течение дня. Никаких диет до того, да, с сегодняшнего дня мы не прекращаем кушать, мы кушаем каждый день в том режиме, как положено. И готовимся таким образом к Новому году. Так, дальше. Перед Новым годом, перед встречей Нового года обязательно питьевой режим, соблюдать. Жидкость должна быть, чтобы не было потребности вот взять и всё сразу съесть, потому что жидкость немножко заполняет объём желудка, притупляет чувство аппетита, да, и всё-таки не стараться за одну ночь употребить то, что можно употребить там в течение месяца или года, потому что ночей будет много, а здоровье у вас одно, это надо помнить. Ну что ж, спасибо большое. Вы знаете, мне бы хотелось ещё услышать такие, скажем, ваши ценные рекомендации, как бы подвести такой итог, как в квартире, в доме сделать праздник безопасным, какие правила необходимо соблюдать. Хотелось бы вот услышать ещё и, конечно же, от вас такие рекомендации. Я хотел пожелать телезрителям быть бдительными, быть безопасными, соблюдать меры безопасности в доме, в квартире, беречь себя. То, что мы о чём говорили, непременно мы должны избегать тех опасностей. Ну и тогда всё у нас получится, и действительно Новый год будет безопасным. Спасибо большое. Ну, я хотел бы добавить, что все вот эти условия мы сами создаём, да, поэтому как бы не торопиться, мы не первый год встречаем Новый год, такая тавтология, да, не спешить, тихонько собрались. Если чего-то не знаем, да, лучше разузнать. Лучше узнать, да. Вот все ходят как бы на Новый год в баню, да, куда-то. Ну, такая ещё как бы история. Не торопитесь там, если вы стираете, допустим, то не принимайте душ вот такие. Обыкновенные, если мы будем правила соблюдать в безопасности, то и Новый год принесёт нам, конечно, радость. Тем более правила совершенно не так. Да, конечно, мы все банально такие истории должны рассказывать и учиться друг другу. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, вот сейчас я попрошу режиссёра показать очень важный, на самом деле, слайд сегодняшнего эфира. Возьмите ручку и запишите, и повесьте на холодильник, на двери, куда хотите. Это телефоны, которые должны быть в каждом доме, которые необходимо знать им, взрослым и детям, тем более, когда нас ждут новогодние праздники. Ну и пока вы записываете, последний вопрос, что пожелаем нашим зрителям в канун Нового года, Леонора Андреевна? В канун Нового года я хочу пожелать, чтобы они не готовили салатов и всей еды тазиками. Не надо. Обезопасьте себя. Лучше немножко нарезать и умеренно скушать, как говорила Татьяна, объём. Не забывайте всё-таки в новогоднюю ночь, что объём пищи должен быть только лишь стакан. Это за всю ночь? Вообще организм наш должен спать. Нет, ну а как встречать Новый год? Ну стакан. Вы для себя выбрали норму, мне уже нравится. Да, да, я стараюсь за этим следить. Спасибо большое. Ирина, ваше пожелание? Я присоединяюсь ко всем предыдущим, моим сегодняшним, да, участникам передачи, да, и хочу сказать, что Новый год всё равно с детства ассоциируется с каким-то волшебством и праздником. Я желаю всем в Новом году обыкновенного волшебства, чтобы сбывали себе мечты и как можно меньше негатива в предстоящем году жёлтой собаки. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, мы очень надеемся, что вот эти вот советы нашей программы помогут вам безопасно встретить Новый год. Ну, конечно же, с наступающим праздником. Это был ещё один добрый вечер. Гомель с Натальей Волонец. И до новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»!